МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В кружках, в спортивных секциях и так далее, в творчестве. Собравшихся во Дворце спорта «Кристалл» приветствовали начальник отдела благотворительных программ Фонда искусства, наука и спорт Светлана Титова, глава администрации Губкинского городского округа Анатолий Кретов, управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов. Специальными гостями ледового шоу стали лидеры проекта «Марафон здоровья», который стартовал по инициативе администрации Губкинского городского округа в феврале этого года. То есть это те девчонки и ребята, которые весь год активно ходили на занятия в спортивные секции, клубы и школы, вели здоровый образ жизни и были отличным примером для сверстников. То, что Губкин посещает столичные артисты, и не просто артисты, а ледовый балет, это здорово. Город построил одним из первых в области этот ледовый дворец. Это благодаря тому, что и предприятия прекрасно работали и работают, и была такая финансовая возможность. Наши дети могут не только прекрасное образование получать в школах, воспитываться в дошкольных учреждениях, но и быть участниками вот таких вот шикарных, скажем, представлений. И все это, опять же, потому что есть такой вдохновитель, организатор, Алишер Бурханович Усманов, который создал фонд. Наверное, пример Алишер Бурхановича для нас всех является таким основополагающим, когда человек делает все, чтобы люди вокруг него, люди вокруг тех предприятий, которые входят в наш холдинг, чувствовали себя приобщенными, участвующими в культурной жизни, в спортивной жизни, в научной жизни всей страны. Самое главное, это, конечно, те ощущения, те чувства, которые испытают эти ребята, которые этот спектакль посмотрят. И там еще и музыка Чайковского звучит. Поэтому это приобщение не только к мировой культуре, но еще и узнавание своих русских композиторов и своих героев. Если мы хотим действительно, чтобы наши дети были патриотами, чтобы они были гармонично развитыми, мы, родители, должны им это все давать. А фонд наук и искусство спорта, он, как говорится, нам помогает. С замиранием сердца следили маленькие зрители за действием на льду. Они сопереживали героям трогательной рождественской сказки, которую представили артисты Московского театра «Сияние льда». Казалось, что каждый мальчишка готов стать солдатиком и броситься на помощь отважному щелкунчику в битве с Мишиным королем. А девочки мысленно примеряли на себя изящные платья героинь доброй рождественской сказки. Детям нужна такая и поездка, то, что в другой город, и поездка вот эта была, они прям, ну, незабываемы, конечно, и впечатления, то, что мультик смотрели, сказку, а это другой уже. Без слов они говорят, почему без слов? И уже другие впечатления, конечно, у детей. Им очень понравилось, детям. Это вообще здорово. Спасибо организаторам. Спасибо огромное. Зрители не только восхищались мастерским катанием артистов на льду. Ребята были премного удивлены, когда персонажи вдруг оказывались в воздухе и выполняли головокружительные трюки, как профессиональные воздушные гимнасты. Рукоплескали, когда видели, как актриса, стоя на льду, крутила кипу блестящих обручей. В неописуемый восторг приходила детвора, когда видела волшебство бесконечных превращений. Мне больше всего понравились принцессы и щелкунчик. Как они танцевали, как они все это выразительно делали. Я побывала бы еще раз здесь. Я первый раз здесь был. Мне здесь очень понравилось тем, что здесь это хорошо показывали. Там пираты, мыши вот это вот, щелкунчика вот. Как они хорошо катались на льду. Мне понравилось больше всего, наверное, главные актеры хорошо сыграли. Красивые костюмы были, мыши смешные. Мне очень нравятся костюмы, впечатление хорошее. Очень хорошо там было. «Ух ты!» слышалось во время спектакля на трибунах. И самое громкое «Ух ты!» прозвучало, когда на лед вышли мыши. Ребята постарше удивлялись, как же удается артистам кататься в таких громоздких костюмах. В костюме, в принципе, работать нормально, но, собственно, в головах. То есть, получается, обзор очень закрыт. И, соответственно, конечно, плохо ориентируешься в пространстве. И работать немножко, ну, сложно. Мне очень понравились артисты. Они были, они прекрасно танцевали. Мы с ними фотографировались. Обязательная фотосессия артистов с детьми – это уже, если хотите, фирменный почерк Фонда искусства, наука и спорт. Организаторы понимают, как важно для юного зрителя привезти домой фотографию и автограф того, кем восхищался. А может быть, для кого-то это ледовое шоу укажет и жизненный путь. Может, восхищенный маленький зритель встанет на коньки и больше не расстанется с ними так же, как Павел Дедков, исполнитель роли Щелкунчика. Кстати, в день гастролей он отмечал и свой день рождения. Отработалось прекрасно. Я получил очень много позитивных эмоций, в первую очередь, именно от тех детей, которые присутствовали. Они очень позитивные, веселые. И на самом деле, ну, по ним почувствовалось, на самом деле, что они остались довольны. И для меня это главное, что дети были довольны. Довольные и счастливые воспитанники детских домов и реабилитационных центров Белгородчины увозили с собой заветные фотографии, подарки и воспоминания о том, как они побывали в настоящей новогодней сказке. Сказки о добре и волшебстве. Продолжение следует...